здравствуйте дорогие друзья смотрите что получается я дома отдыхаю а сейчас еду к траку надо поменять расширительный бачок начал течь такая маленькая маленькая мини дырочка в бачке и по чуть-чуть по чуть-чуть течет антифриз но это надо срочно заменить потому что в один момент она как рванет в дороге и я приехал весь антифриз вытечет и все это просто будет горе а клеить бесполезно потому что там очень сильное давление сейчас значит приеду к траку заменю бачок и далее будет инструменты вот расширительный бачок видите течет потихоньку течет вот вот там вот посередине образовалась мини дырочка и он течет течет потихоньку в один момент он просто рванет в дороге и это будет просто амба эти вот на сенсоре потеки течет потихоньку вот вот здесь вот . очень быстро изнашиваются эти бачки качество китайское а вот новенький бачок 250 долларов стоит слил тосол сколько надо может около литра потерял вот бачок подсоединил все шланги осталось открутить по пару болтов и можно его туда вытаскивать приехал магазин home depo надо пару вот таких болтов купить этот уже резьба плохая один вообще потерялся и он ржавый это чтоб закрепить сверху расширительный бачок такой магазин home depo они продают болты и гайки и сейчас пойду и буду искать тут мелкая резьба вот такой чудесный магазин можно купить все же хотите по строительству вот здесь вот такая аллея болты и гайки шайбы сейчас буду искать тоже мне надо и желательно нержавейка нашел болты какие мне надо нержавейка теперь пришел вот тут надо мне три дощечки купить у меня ящик для инструментов сбоку грузовика и хочу положить на дно ящика так сказать укрепить дно вот можно выбирать дощечки и резать по размеру сколько вам надо мне на три штуки сейчас вот отпилю три штуки и куплю пойду подпилил три дощечки нашел болты иду на кассу рассчитываться и едем обратно к траку у меня этот ящик сбоку трака там я ложу генератор канистры с бензином это чтоб кондиционер гонять когда жарко одно алюминиевая и очень тонкая и она тугой прогибается вниз и уже с краю треснула и вообще я со временем поставлю за уголок и наклепки закрепаю но надо купить такой специальный инструмент клепки делать я вот временно поставлю дощечка может даже там их оставлю навсегда жесть жара хух 40 по цельсию 39 40 жесть полная звонил сегодня брату в крым говорит у них тоже самое жара и друзья у меня живут краснодаре здравствуйте друзья с краснодара вы говорите у вас тоже там жарко фух духа тень надо много воды пить когда жарко я еще хотел в пять утра встать и поехать это все сделать до жары но знаете проспал люблю спать все еду к траку осталось там только подсоединить еще некоторые шланги закрепить все залить обратно тасол и домой отдыхать привет домой буду вам что-то рассказывать и показывать смотрите какие два чудесных болта с шайбой а вот такой вот был на бачке один вообще открутился улетел ну все идем это все устанавливать вот смотрите я уже большой шланг поставил на место затянул там сверху еще надо два маленьких шланга поставить вот эти болты и вот этот затянуть и тасол вот этот в корыте обратно вылить теперь погоняю мотор ну полчаса точно надо погонять мотор убедиться что ничего больше не течет что все нормально и тасол еще немножко усядет еще долить тасола надо будет и сейчас покажу вам что у меня там с этим с ящиком вот вытащил все с ящика все вытащил и положил доски на дно и тут справа видите щель дно отходит но видеть там внизу железные уголки ящик стоит на железных уголках и положил доски и будет нормально можно даже ничего уже не делать закрываем заменил расширительный бачок укрепил дно в ящике и теперь можно ехать домой через неделю буду выезжать в весь вот такой вот дворик очень пыльный и часто колеса тут пробиваю но все конь я вернусь через недельку жди меня отдыхай и я буду отдыхать приехал домой покупался но все равно еще красный как как рак вареный пытаюсь остудиться у меня сейчас звонок звонил в двери пока я в душе был но я знаю почему он звонил мне посылка пришла с орегона бандеролька и я вам сразу говорить не буду сейчас выйду на улицу возьму эту посылочку и буду вам показывать чем не прислали так идем открываем дверку где посылочка вот посылочка какая хорошая посылочка берем эту коробочку и идем в дом будем распечатывать и смотреть что же мне там прислали вот такая вот посылочка я очень в восторге у меня сегодня будет очень чудный день вчера мне выслали и сегодня она уже у меня в техасе со штата орегон открываем и смотрим в каком состоянии пришло пришла эта вещь я пока не хочу вам говорить чтобы сидели и думали что мне прислали с орегона вот сидите думайте ждите пока я распечатаю серьезная такая посылочка так тут вот такая коробка достаем вот такая вот коробочка пластмассовая открываем крышечку открываем крышечку касаемо на пол и тут еще вот такое содержимое вложим сюда пустой ящичек мы просто вот так вот выкидываем и смотрим значит здесь вот драй айс сухой лед ложим его сюда и тут значит мне прислали рыбу прислали мне это лосось и мой . мойва сейчас я вам все это буду подробно показывать а здесь еще что-то сейчас мы откроем так вот раз и тут маком рулетик сейчас я вам покажу это ближе мойвочка рулет с маком и лосось и благодаря драй айсу она не пропала сухой лед смотрите какая красота я переложил другой в другие кулечки рулетик разрезал напополам и мойвочка наверное килограмма 23 буду наслаждаться какой рулетик хороший видите сколько много мака вкуснятина буду по утрам с кофе пить сейчас буду наслаждаться жизнью кушать мойву она еще с икрой а тут камбуча привез с оригона я был в оригоне пару недель назад и мне серёжа шурин дал много камбучи посмотрите в списке ролик называется смотрите что получается трофим на западе сша и там вот я эту камбучу распивал у серёжа дома я рыбу люблю больше чем мясо рыба это рыба сущие почему случае там много рыбы значит что мы сейчас делаем наем этой камбучки очень вкусная камбучка такая чайный гриб я его еще когда в траке вез не все поместилось в холодильник и она не лежала там в тепле еще такое как будто один градус там даже чуть-чуть крепленное стало из-за того что холодильник не положил как раз самый раз с мойвочкой смотрите какая красота о какая рыбка сейчас мы будем пробовать свежего копчения горячего просто во рту тает объедение даже не знаю как это передать сладенько такая она же сезонная она не всегда его можно закоптить она не рестится заходит с океана в реку колумбию по реке колумбия там плывет и и потом заходит в реку вы ламит это все в ремонии в вашингтоне и вот когда она не лестится рыбаки прям приходит все вот кто хочет ну там конечно есть тоже ограничение полиция контролирует это все надо иметь разрешение на рыбалку ну и прям с очком с лимонами и черпают и вот такая вот вещь и жарить вкусно коптить тоже объедение и это просто такая няма мне так понравилось я во ригоне брал кушал и брал себе в дорогу в трак так я ее в траке за два дня слопал и просто у меня так еще хотелось этой рыбы я попросил мне вот соригона прислали пришла довольно быстро но не послали овернайт это за одну ночь видать на самолете пролетела вот буду теперь кушать еще на там лосось есть белая такая рыбка еще в некоторых сейчас поищу икра есть вот сейчас найду где с икрой вот вот икра смотреть это все икра и вот это которая с икрой это вообще-то просто это какое-то наслаждение просто объедение кто не кушал моему вы много чего потеряли это надо найти вам моевочку и покушать не пожалеете смотрите вот это какая жирненькая вот это все в брюшке икра икра еще вкуснее чем даже чем чем сама рыба видите как много икры просто во рту тает я даже как-то за ней ездил на рыбалку в штате вашингтон ну это было может даже лет десять назад я ездил на рыбалку ловил ее с очком с друзьями и у него даже удивительно я столько много вылавливают и еще морские котики приплывают в реку виламет в вашингтоне и питаются этой рыбой они плывут далеко много километров за этой рыбой вот эти вот морские котики и вода пресная а там морские котики тоже кушают эту рыбу буду сидеть наслаждаться жизнью отдыхать кушать рыбку ну и чего-нибудь вам показывать и рассказывать а больше не хочу вас дразнить у вас и так уже слюнки текут буду вам уже потом что-то другое рассказывать все я и буду кушать наслаждаться не переключайтесь дальше будет вот смотрите что получается у вас прошло две минуты 100 момента как я чавкал рыбой а у меня прошло целых пять дней я ничего не снимал в течение пяти дней я просто отдыхал и занимался домашними делами а сейчас вот я выехал по магазинам подстригся и сейчас заеду в пару магазинов поеду в home depo у меня сломался унитаз надо купить внутренности идут в бачок такая kit купить надо и поеду в магазин и чеби уже начинаем потихоньку готовится на дорогу хочу себе в дорогу купить рыбу лосось я очень люблю люблю и я эту рыбу хочу сделать малосольную дома соль сахар там перчик и сделаю малосольную возьму с собой в дорогу рыбу и возьму с собой мелкую картошку отварил у меня будут в дороге картошка рыба и еще может быть кукурузу себе отварю в дорогу ну все поехали сначала я заеду в home depo но надо машину помыть у меня снаружи сильно грязная машина надо помыть машину потом бы духом depo и поедем в тебе поехали со мной и буду вам рассказывать и показывать тут недалеко от моего дома мойка машинки мыть надо поехать помыть машинку вот здесь такая моечка не тут все такие занятые сейчас будем мыться купаться будем пропускаем это все движение к такая жара и не люблю сам дома мыть потому что очень сильно жарко 40 по цельсию и когда сам моешь она тут же засыхает пятна появляются и не хочу я сам мыть у меня здесь короче membership смотрите я ничего не плачу ни с кем не разговариваю сейчас ушло бам открылся он прочитал скенер прочитал мой номер машины и все я плачу 30 долларов в месяц и можно мыть сколько влезет хоть 25 раз в день и мне нравится так машина черная и приходится ее часто мыть а одна мойка стоит 12 долларов а я плачу 30 в месяц и можно мыть машину хоть по два хоть по три раза в день и я вот сейчас я помою и и знаете это мойка она не так хорошо моет я еще ее раз прогоню на выезде хорошенько продули пятен не будет ну ладно не буду второй раз мыть поехали далее едем в магазин home depo кто живет в сша все знают этот магазин а кто живет не в сша может вы не знаете это такой магазин где можно с этого магазина можно купить абсолютно все чтобы построить дом окна двери ну короче все и можно также там купить и другие вещи инструменты газонокосилки газовые гриле потом очень много чего можно купить я даже все не могу вам перечислить просто поехали вот этот магазинчик home типа туда же цветы продают удобрение все для огорода инструменты стройка я тут не буду вообще много времени тратить я иду сразу в секцию где продают унитазы и запчасти для унитазов ну ладно немного покажу смотрите тут даже продают appliances стиралки сушилки холодильники очень прикольный магазин здесь можно заблудиться видите тут вот вверху описание что где и и номерки вот такие я только что спросил мне сказали что мне надо 32 34 33 32 дальше вот это то что мне надо значит вот этот механизм он идет в бачок значит то что сейчас бачке у меня надо все разобрать и выкинуть оттуда вот смотрите фотография вот это все надо мне заменить и выкинуть унитаз перестал смываться вообще не работает вода не наполняет бачок надо это все заменить вот я взял вот такой кит и шланг очку заменю идем на кассу когда у меня что-то дома ломается я всегда приезжаю home типа и покупаю все сами надо краску здесь тоже покупал дом перекрашивал внутри мужики смотрите какие тут прелести продаются вот фирма макита я очень уважаю эту фирму хорошие инструменты а еще есть райоби так где у нас тут райоби должно быть зеленое вот это милваки это тоже очень хорошая фирма и все эти инструменты очень надежные вот это все милваки прикольно все все нужно купить только деньги надо а вот фирма райоби но она такая считается бюджетная дешевле у меня есть дома некоторые инструменты райоби вроде нормально работает вот здесь продаются любые доски можно построить дом в сша дома строят с досок вот любые доски можно построить весь дом а здесь вот драйвал здесь такие кассы сам расплачивается никто тебе не нужен вот тут подходишь все делаешь сам платишь и уходишь но правда на выходе проверяют все поехали в и тебе покупать продукты если у вас огромная территория вокруг дома и вам лень бегать закосилкой покупаете вот такой вот аппарат за 5999 долларов садитесь верхом и гоняете вокруг дома а если для вас у дорого то покупайте вот такую поменьше попроще за 2499 долларов и также гоняете вокруг дома и косите траву и наслаждаетесь а если хотите пожарить стейк покупаете вот такую газовую гриль за 699 и тут вот смотрите даже на углях есть и никто их не ворует и пошли дальше бросаем шмотки закрываем калитку и погнали надо ехать в магазин так открываем дверку и давим на газульку и вперед совсем немножко прошелся и уже весь горю красный жара конкретные друзья мне арбузика захотелось а сейчас надо купить арбуза купим арбузик положим в холодильник он будет холодный и в такую же рода есть холодные арбузы не дают мне ехать за арбузиком вот так все остановились и стоят я очень не люблю по магазинам ездить на это уходит уйма времени поэтому я часто много чего заказываю на амазоне принесли под дверь и бросили даже рыбу с оригона мне так вот прислали жена моя покупает одежду все онлайн приходит домой вот купит там 10 футболок там 10 штанов ну примеру там 5 обувь там купит пары 34 пришло померил оставил себе сколько на там две-три пары остальное отослал обратно вот правда продукта я не хотел бы так покупать все-таки продукты хочется прийти и самому выбрать пять минут езды от моего дома вот есть такой вот магазин h&b и здесь я покупаю продукты затарился продуктами по самой не балуйся на две недели себе еды набрал в грузовик я послезадок в рейс уезжаю а я не люблю ходить всякие тошниловки брать я стараюсь с дома еду брать сейчас все я это куплю заплачу и домой закончились мои магазинные мучения теперь домой буду мало солить рыбу отварю картошку кукурузку отварю в дорогу и буду вам показывать и рассказывать и у меня еще есть два дня отдыху перед тем как я буду выезжать в рейс приехал я домой и сейчас покажу вам что я себе в дорогу взял кефир 6 бутылочек raspberry blueberry и обыкновенный потом взял картошечку отварю сладкий лук кукурузка арбузики яблочки и лосось но вы не переживайте друзья я кефир с малосольной рыбой кушать не буду у меня сначала будет кефирная диета когда кефир весь закончится уже потом у меня будет малосольная рыба с картошкой а иначе вы сами знаете что будет сейчас буду мало солить лосось смотрите соль сахар соли больше чем сахара и некоторые специи там набор разных специй лаврушка семена укропа черный перец и вот такая значит красавица лосось всю эту массу тщательно перемешал и всю эту массу познакомил с рыбой они очень хорошо подружились и я их вместе познакомил еще ближе и потом я их поселил вот в такие кулечки замыкающиеся и потом беру эти кулечки я даже сделал два кулечка чтобы вдруг она раскроется чтобы холодильники не натворить и срач вот так вот хорошенько надо все тут болтать она пустит сок позже сделаем то же самое со вторым обожаю эти кулечки я их употребляю даже шашлык иногда в них мариную вот сюда шашлык это самое легко болтать только надо два кулечка если вдруг один раскроется а когда 2 то она тогда безопаснее и вот так вот я буду взбалтывать через каждые там 3-4 часа и поставлю ну как минимум часов 12 а может и больше теперь беру это все и в холодильник место нету холодильнике надо что-то изъять так тут картошка и лук в холодильнике а знаете почему потому что в техасе такая жара если это оставить в гараже она сгниет теперь берем это дело и ставим в холодильник и я буду часа два-три приходите вот так вот взмешивайте обратно в холодильник можно даже сутки буду мариновать а потом промаринуется с полослой водичкой но я буду показывать как это буду делать но я уверен что в америку не открыл вы сами знаете может еще и лучше меня рыба маринуется картошку кукурузу буду варить завтра я уезжаю послезавтра и сегодня варить картошку кукурузу это очень сильно рано а сейчас я вам хочу показать что случилось с унитазом вот значит купил я новый механизм и покажу вам ватсап что происходит здесь вот этот механизм он больше не закачивает воду в бачок да я проверял шлангу вот даже открутил вода напор конкретно подает бачок но этот механизм он больше не закачивает воду в бачок надо открутить две гайки снизу ведь ржавая круглая вот раз и вот ржавая круглая 2 это такой болт снизу гайка на 13 эти две гайки откручиваются снизу и бачок поднимается вверх вот этот инструмент мне в помощь открутил снизу две гайки и сейчас бачок оттуда будет уезжать смотрите вот так вот бачок оттуда уехал и там еще есть литр воды вот так вот раз и сейчас весь этот механизм и оттуда вытащу так его нельзя ни в коем случае разбить а то придется весь унитаз менять разбираю этот комплект и устанавливаю в бачок вот так вот все выглядит снизу все новенькая новенькая резинка все прокладки значит когда снимаете старый этот kit набор абсолютно все выкидывайте в мусор прокладки болты гайки все полностью выкидывайте в мусор потому что новый комплект он идет совсем гайки болты резиновые шайбы и все идет комплекте может смело старое все выкидывать и ставить все новое вот так вот выглядит новый комплект вот все поднимается смывается опускается новая вода закачивается вот так вот вот две дырки надо поставить вот эти два болта с резиновыми шайбами и даже еще один запасной положили шайба резиновая прокладка болт и гайка запасная и теперь этот бачок таким же образом возвращаю туда-обратно но перед тем как возвращать надо убедиться чтобы вот эти резиновые прокладки были примерно вот так чтоб они не были вот так вот так или вообще потеряли их надо чтоб они были вот так резиновые подкладки под бачок вот так все на месте ставим назад бачок вставляем болты и снизу закручиваем вот таким вот ключиком снизу затягуете 22 гайки сильно нельзя затягивать вот чтобы пачок не качался и все до легкого упора иначе треснет вот это что это глина треснет и все надо будет бачок новый покупать все до легкого упора закрутил будем испытывать заполняется водичка сейчас посмотрим что из этого получится а по и остановилась еще знаете что этот механизм новый он будет экономить воду со старым механизмом вода поднималась аж до сюда и теперь чтобы смыть будет расходоваться на 25 процентов меньше воды так первый запуск все работает так делаю еще один тест все работает теперь я могу и отдохнуть сколько можно работать можно уже отдыхать сейчас покажу что я буду делать взял я вы тебе сущие роллы лосось и тюна и буду пробовать как она вы знаете там их делают японцы они там арендуют такое прямо внутри магазина арендуют место и делают сущие и они японцы его час попробую насколько она вкусно в ресторанах японских вкусно посмотрим как будет с этого магазина друзья вы любите сущие я вот очень люблю сущие и раньше я их кушал вилкой но не очень долго это делал а потом все таки мне понравилось палочками кушать и кушаю палочками а раньше не мог а вообще я расскажу как я познакомился с суши я когда жил в крыму я вам честно сказать вообще японскую кухню не знал и что такое сущие вообще был для меня темный лес приехал я соединенные штаты и так вам сказать я на суще никогда не обращал внимание но примерно в 2007 году я все-таки решил ну смотрю сущий случай думаю зайду попробую захожу смотрю сырая рыба сырой лосось и так далее я ноги в руки и и драпу с этого ресторана и вообще даже не хотел слышать это слово случай думал это какая-то дичь какая-то это просто надо быть сумасшедшим субъесть сырую рыбу ну прошел примерно год и у меня есть братишка и друг мой сашка он живет в атланте он у меня на канале время от времени появляется то я к нему в гости ездил то он ко мне приезжал если кто новые подписчики может вы не знаете кому я говорю но у меня на канале иногда присутствует и вот он меня как-то убедил а я как раз тогда жил в оригоне и я поехал винсон вилл и винсон вилле делал доставочку во фрайс электроник там такой магазин был электронику продавали он уже канул в лето обанкротился и закрылся и вот делал там доставочку и мне друг мой сашка слушай там будет недалеко есть суши бар и говорит там суши эти катаются по таком belt по кругу такие объедениям такая просто очень вкусная я говорю но 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 нет нет я даже даже не хочу не слышать не видеть вообще не хочу у меня убедили зайди попробуй но я зашел туда и начал с тех роллов которые знаете их немножко присмолили такой грелкой и не так как бы готовы и я начал их пробовать макать там соус и просто объедение и постепенно я так просто полюбил суши сырая рыба для меня вообще не страшно уплетаю за оба щеки кстати у меня винсон вилле живут очень хорошие преданные подписчики большой вам привет здравствуйте дорогие мои я знаю винсон вилл это прекрасный город ну и вот что значит я буду сейчас пробовать какие-то суши потому что обычно когда покупаете где-то в магазине продуктовом это не то надо идти в ресторан и желательно чтобы их делали японцы и почему я вот их решил взять потому что в этом и тебе где ранее могут были смотрю а там японцы их делают и я даже спросил у тому у американца рабочего они китайцы японцы они он будет японцы они арендуют там место в и тебе и делают суши ну я купил вот пару коробочек думаю сейчас попробую потому что я в суши как бы знаю толк и вот сейчас будем пробовать давай вот начнем ролл вот такой вот ролл внутри лосось рис и морской сухой вот этой вот обернута капуста и как рассказать трава вот эта морская сейчас будем пробовать и так вот макаем свой сас и пробуем неплохо неплохо не так конечно как в ресторане но терпимо нормально может быть знаете в чем еще дело они их сделали ну может уже часа четыре назад я был в магазине уже прошло пару часов пока там я этот чинил там это дело сантехнику прошло время там они пока их сделали вот их сделали может часов пять назад и вот поэтому она чувствуется что их сделали сегодня но уже прошло часов пять и когда кушать и суши надо закусывать вот этой вот вещью это джинджер она такая горькенькая кисленько такое прикольно и вот это такая есть китайская типа горчица и зеленая но она как наша славянская горчица очень сильно похоже бьет сильно такого понюхала в нос долбанула теперь попробуем лосось вот сущие сущие попробуем знаете вот я раньше все называл сущие ну вот вот это сущие а вот то что съел до этого это роллы ну может вы скажете неправильно но его так делают макаю в свой сас но это как бы вроде неправильно так не не надо делать а я делаю и вот прям сырая вот лосось и пробуем рыба нежная такая вкусненькая а вот рис не свежий не свежий немножко так чуть-чуть их бы надо было раньше съесть и на если вдруг они их слепили вообще вчера это вообще жесть но знаете как можно определить что их сделали не вчера авокадо и вот вот я вам покажу один ролл у него внутри видите авокадо авокадо вы сами знаете она чернеет если потом были сущие вчерашние даже если положить в холодильник они почернеют они однозначно сегодняшние мака ему так вот свой сас и пробуем вот это очень вкусно потому что сочетание лосось авокадо еще филадельфия чиз такой знаете как крем такой белый сыр еще туда положить было вообще бомба вот еще сейчас попробую тюну я конечно тюну не очень люблю но она кстати считается очень дорогая рыба вот я не очень кажется любитель тюны я больше люблю лосось я вот так ее туда макнул свой сосуд типа немножко ее типа как чуть-чуть ее приготовить как бы еще прикольно лимоном поливать и вот сейчас попробуем тюна тоже туда так вот макнем в этот свой сас и будем пробовать да тюна это не моя стихия вот лосось это вот лосось форель осетр мойва я эту рыбу просто люблю а знаете а вот карпика карасика давно не ел даже наверное штатах вот живу сколько 28 лет карпика и карасика я даже не помню когда я не ел в америке карпа и карасика вот тут когда идешь на рыбалку другая какая-то рыба вот в оригоне мы ходили рыбачить там очень сильно была распространена форель рыбачили форель и даже другой рыбы я и не помню другой рыбы как-то один раз а ездил на осетр ломить в колумбии давно давно мне было 19 лет и поехала на колумбию в оригоне и поймали такого осетра такой здоровый я даже не знаю какой то был размер я поехал с одним мужиком соседом он кстати мой земляк симферополя василий его зовут он симферополя тоже как и я и соседом и был много лет назад еще в 2000 в 1999 году он был мой сосед и вот он меня взял пацаном пацана на рыбалку и я никогда в жизни осетра не видел только на картинке ну и значит удочка такая у него серьезная грузик такой знаете кажется 8 граммов такой шарик конкретный крючок вот как вот палец и он ловил на курицу значит одевал курицу и ниткой так обматывался про не соскатилась крючка и так закидывает очень далеко буль очень далеко то улетала и все сидит короче подтягивает и тут как клюнуло у него и смотрю василий и и там тянет уночку удочка это так в дугу думаю сейчас поломается и она тянет вот это крутит крутит потом смотрю он падает на жопу а там было берег такой щебеночные камушки он падает на жопу и смотрю его так его ну тащит в воду в воду короче то тащит его его так ногами упирается и крут крутит я был просто в шоке я никогда ничего подобного в жизни до того момента не видел я думал в шоке думаю чуть чего он там он поймал там чуть дельфина какого-то хотя вода что пресная и все-таки вот это вот вытащил ее и он и вытащил где-то метров всем до берега не дотянул ее невозможно было вытащить она очень сильно барахкалась там все дела и ее просто невозможно было взять она была очень большая трудно мне описать насколько она была большая но такие размеры как может быть как как пацан 15-летний честное слово друзья вот не вру вот такой осетр в колумбии есть и так не смогли взять пришлось обрезать леску и отпустить потому что во первых уже не было смысла и дальше тащить и там ну борьба была бы сильно с ней и самое главное что не было смысла потому что она уже была по размеру нелегальная брать если мы взяли бы это был бы штраф очень великие штрафы в америке за эти дела особенно за сетра штраф был бы ну затрудняет сказать но может может четыре тысячи долларов 5 тысяч долларов штраф мог бы был быть если взять нелегальную рыбу осетр в оригоне можно брать от 42 и вот вы поймали 40 42 инча можно взять до 58 инчей переведите в сантиметре уже тут давно живу уже и надо подумать хорошо сантиметр перевести ну вот я буду рассказать как в инчах 50 до 58 можно забирать и обычно вот ловишь ее то то меньше 42 то больше чем 58 очень тяжело поймать правильный размер ну и так мы в тот день с василием ничего и не поймали ну поехали потом в другой раз и тогда уже взяли мы кажется было 47 инчей взяли мы осетра взяли все таки это было конечно экспириенс опыт был уникальный а еще вот были мы на флориде не так давно может года два назад у меня на канале есть посмотрите там кажется я не это все в чертах черт вот этими минутные вид видео посмотрите у меня черт и я там не делал точно это не делал большое видео а минута черт этом сделал пару виде видео как мы ловили выплыли в океан такая есть компания во флориде платишь там определенную сумму я уже не помню сколько мы толпой скинулись там все мои шурины мой тесть и выплыли в океан это лодка там профессиональная заплатили денег там ну может да скажем так две с половиной тысячи может я помню что сумма была такая приличная но когда мы толпой сбросились это было нормально и мы там рыбачили о вот был прикол там таких рыбин ловили вот смотрите вам фотографии покажу вот такую вот вот таких вот ловили но таких брать нельзя было вот это что он показал это это было сильно ну это просто разрешали как ради удовольствия такую выловить его часа вам покажу какие можно было взять вот такие вот красные с ладошку и больше вот смотрите фотографию показывают вот вот этих мы набрали там было кажется кажется было можно было пять рыбок на человека взять или 10 и вот мы взяли наверное 5 скорее всего потому что видите кучка я показал вам фотку кучка там не сильно велика но мы когда это все привезли в домик где мы отдыхали у океана то мы накушались вдоволь и уху варили и жарили вот вообще я вот даже если вот мясо не станет я даже не буду расстраиваться главное чтобы рыба всегда была вот рыба это для меня деликатес ну значит чего еще не пробовал что вам еще рассказать и вот когда кушаете суши то надо вот этим вот джинджером прикусывать она как бы очищает вкус и когда вы чтобы когда вы кушаете следующую она чтобы почувствовали вкус следующие надо вот это закусывать как капусточка хрустит умеренно горькая приятно горькая на любителя ну еще вот такой ролл попробую значит там внутри крабовая палочка но она имитация не настоящая авокадо сверху лосось рис макаем лосось сырой вкусно все что-то раньше говорил не буду повторять не надо из из 10 всем было бы 10 если бы прямо только сделали свеженькой было бы 10 а так из 10 7 так что если кто живет техасе потому что и тебе и тебе я видел только в техасе если кто живет техасе можете смело брать суши вам должно понравиться значит чё я покушаю на сегодня я уже все и буду вам что-то рассказывать показывать еще завтра завтра я уже буду рыбу доставать я еще буду раз всем вот это трусить конкретно вот доставать трусить обратно ставит и завтра я уже покажу что получилось я ее еще положу тут на countertab на стол чтобы она немножко подсохла у меня к сожалению вентилятора нету но я и так положу чтобы она немножко так подсохла нарежу ее дольками но это все завтра буду вам показывать я сейчас буду вот это перекушу уже дело идет к вечеру и буду вам показывать и рассказывать уже завтра у вас пройдет там буквально пару секунд а у меня пройдет 12 часов и я снова буду рассказывать и показывать а Пролетела у меня ночь. Наступило доброе утро и уже наступил даже добрый обед. Я рыбу вытащил из пакетиков. Сейчас ее промываю от всех специй холодной водичкой. Ложу на салфеточки и пускай она подсохнет. И буду так салфетками ее обмакать, а потом дольками нарежем. И вот так вот тщательно каждый кусочек холодной водой промываю. Положил на салфеточку. Еще хорошенько вот так вот салфеточкой надо забрать всю влажность. Тщательно промыл от специй, от соли, сахара. Все промыл. Тщательно вот так вот. И пускай теперь оно вот так полежит с часик. В доме прохладно. Кондиционер работает. Мух нету вообще в доме. Сто процентов. Муха никакая не сядет. Конечно, в идеале было бы фен поставить, вентилятор. Но у меня его, к сожалению, нету. Сейчас поставлю варить картошку-кукурузку. Завтра утром мне надо уже уезжать в рейс. В соседний штат, Арканзас. Там буду грузить курятину на Миннесоту. Кукуруза варится. Картошка варится. Рыбку вот так красиво нарезал. Короче, лежит. Она вот так вот немножко как бы сушится. Мне такая идея в голову пришла. У меня есть коптилка. И буквально хочу на полчаса поставить на коптилку и обдать ее дымком. Эту рыбу. И посмотрю, что получится. Никогда так не делал. Понимаете, если малосольная, то малосольная. Если коптить, то коптить. А тут как бы я ее сделал как бы малосольную и попробую сейчас ее дымком окатить. Сам не знаю, что получится, но я сейчас попробую и вам расскажу. Поехали к коптилке. Я уже там все запустил. Уже все у меня там готово. Осталось только положить на гриль. Короче, вот так вот. Ложу на грил ненадолго. На полчаса, чтобы ее обдать дымом. В данный момент дым не идет. Он идет у меня здесь интервалами. Вот стоит, видите, смог коптить. Кукурузка, картошка варится. Уже наполовину готова. Но картошка быстрее будет готова. Вода соленая. Испачкал всю плитку. Буду мыть. Иду проверить гриль. Потому что если я передержу, это получится горячее копчение. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы она была типа холодного копчения. Пойдем посмотрим, что получается. Коптит, коптит потихонечку тут. Но еще немножечко и буду снимать. И посмотрим, что из этого всего получится. Я уже саму коптилку потушил. Боюсь, чтобы не получилось горячего копчения. И вот тут, короче, угольки, вот эти дровишки, вот эти вот черешенка. Я их вот так распаливаю. И теперь затушу. О, затушил. Огня нету. Закрываю крышку. И пускай немножко покоптится. Короче, какие-то эксперименты я провожу. Посмотрим, что из этого получится. Все. Пускай обволакаются дымком. Вот так вот получилось. Смотрите, какая она на вид. Положил в кулечек уже в дорогу. Затея была сделать одно. А получилось кардинально совсем другое. Я ее не испортил. Отличная рыба. Сейчас вот возьму небольшой кусочек. Так. Вот этот, например. Значит, смотрите. Аж разваливается. Вот такая вот получилась рыба. Сейчас буду рассказывать подробно. Попробую и скажу вам. Очень вкусно. Просто объедение во рту тает. Но! Первоначально я хотел замалосолить. Потом замалосолил. Попробовал. Примерно Ну, часов 20. Может быть, 18 часов она у меня в кулечках лежала в том растворе. И я попробовал. Ну, вроде как нормально все было. Но мне захотелось провести эксперимент. Запустил гриль. Это трейгер. На опилках. Он горячего копчения. Думал, дам полчаса и будет нормально. Ну, а получилось горячее копчение. Я, конечно, немножко расстроился. Хотел малосольную. Потом думал немного подкоптить. И в итоге горячее копчение. Надо было просто не запускать этот трейгер, вот этот грилл. Не включать его, потому что там все-таки котел горит. А надо было просто в фольгу положить опилок, торчем их распалить и просто потом затушить, чтобы оно дымило. И оно подымило бы там с полчасика и получилось бы типа копченое. Ну, в итоге горячее копчение. С картошкой пойдет. Очень вкусно, мягкое, сочное. Но не то, что я планировал изначально. Вообще у меня мечта дома коптить рыбу холодного копчения. Я об этом все время думаю, но никак до этого руки не доходят. Идея есть, но времени нет. У меня есть пару идей, как это все сделать. Из этого моего трейгера. Из того, что я имею, можно что-то придумать. Там вот видите, этот грил, там идет такая труба. И сбоку можно поставить такой, как бы, столик, железную такую бочку. И с этого грила трубу провести в эту бочку. И в бочке вешать рыбу. и дым идет с трейгера в эту бочку. И оно не будет там, жара не будет никакого. И тогда будет холодное копчение. Надо купить какую-то бочку. Я не знаю, может, в Америке продаются такие, знаете, как мусорные баки, такие круглые есть. Нержавейка такая круглая. Ну, такая, где-то вот такой вот высоты, мусорник как бы, с крышкой. И вот крышку, на ней можно прикрутить как бы крючочки и на эти крючочки подвешивать рыбу. Вот даже взял целую форель. Брюхо так, это самое, распорку сделал, так палочками брюхо раскрыл. Или вообще разрезал, прям ее вот раскрыл вот так вот. И подвесил, может там палочки какие-то прикрепил, чтобы рыба была вот такая. Подвесил в этой крышке. И так вот, представьте, если так вот берешь крышку с ручкой, железная крышка, и тут висит рыб 6-7. И опускаешь в эту круглую мусорницу, такая круглая. Раз, крышка закрылась. А внизу сделать такую дырку и туда вставить трубу. Есть такая труба из фольги, она как змея такая, можно крутить по-разному. Раз, вставил и повел трубу и вставил вот этот мой трейгер. И трейгер в холостую гонит, дым туда идет, смотрите, что получается. В дорогу, в рейс, рыбка, лосось, картошка вареная, кукуруза и сладкий лук и два батона. И кефира набрал. короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять бутылок кефира. Хочу неделю один только кефир пить. Посмотрю, что с этого получится. Пропью кефир недельку в дороге, а потом буду кушать картошку с лососем, кукурузка и лук. Вот такое у меня будет, вот такое будет пропитание у меня в дороге в этот раз. На этом я видео уже буду заканчивать, ну, потому что мне надо начинать уже снимать другое видео. Завтра уезжаю в рейс, значит, следующий ролик будет уже где-то в пути я буду ехать. Сам не знаю, где это будет, но, по крайней мере, вот я знаю, что завтра я еду в штат Арканзас, там гружусь и еду в Миннесоту, и вот следующий ролик вы уже увидите, я где-то путешествую по США. Дальнобой в траке. Вам я хочу пожелать крепкого здоровья, вам, вашим близким. Просьба такая у меня к вам, ударьте в колокол, поставьте лайк, подпишитесь, поделитесь роликом с друзьями, близкими, посмотрите старые ролики, там список, напишите там какие-нибудь комментарии. До встречи на канале. До свидания, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok,